АВАРИЯ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ С 2020 года адресную социальную помощь будут начислять по-новому. Изменения призваны искоренить иждивенчество и научить граждан самостоятельно зарабатывать на хлеб. Победный бросок. Республиканский чемпионат под дзюдо состоялся в поселке Ахсу-Аюлы. Вместе с казахстанскими спортсменами за победу боролись дзюдоисты из Узбекистана. АВАРИЯ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ НА ЖЭСКОЗГАНСКОЕ ТЭЦ НА СУТКИ ОСТАВИЛА 90-тысячный город без света, горячей и холодной воды. Причины аварии выясняются. В настоящее время подача электроэнергии в ЖЭСКОЗГАНЕ ВОСТАНОВЛЕНО. Авария случилась ночью 13 октября. По официальным данным, на ЖЭСКОЗГАНСКОЕ ТЭЦ сработала защита, поэтому погасло электричество. Вслед за этим отключились насосы, которые качают горячую и холодную питьевую воду с насосной кессона и уйтаз айдосского водовода. К 6 часам утра свет появился во всех жилых и административных зданиях города. Но с водоснабжением возникли сложности. Подача началась только в обед, но не во всех домах. По словам чиновников, организован подвоз воды. Открыта горячая линия, куда люди звонят и оставляют заявки. Также идет процесс подачи теплоснабжения. Напомним, что за некачественное снабжение горожан питьевой водой Аким ЖЭСКОЗГАНО уже получал выговор от Акима Карагандинской области, жены Сакасымбека. В настоящее время выясняются причины аварии на теплостанции. 47-летний житель Караганды задержан за ложные сообщения об акте терроризма. Об этом передает пресс-служба областного департамента полиции. 13 октября днем на телефон 102 поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном на улице Ленина, неизвестный мужчина угрожает взорвать здание. На месте был установлен 47-летний мужчина, который пояснил, что в его рюкзаке находится бомба, которая взорвется через 15 минут. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма». На место были стянуты все экстренные службы. Сотрудниками полиции рюкзак был осмотрен. Звукное устройство не обнаружено. 47-летний мужчина помещен в областной психоневрологический диспансер. Более двух тысяч жителей Карагандинской области получали социальную помощь, скрывая свои истинные доходы. Число желающих пожить за счет государства достигло критической отметки. С 2020 года в силу вступят новые правила начисления АСП, призванные искоренить иждивенчество и научить граждан самостоятельно зарабатывать на хлеб. Адресную социальную помощь в Карагандинской области получают более 10 тысяч семей. На это из госбюджета выделено более 3 миллиардов тенге. С 1 января 2020 года подход к выплатам изменится. Все многодетные семьи, вне зависимости от дохода семьи, будут обеспечены поддержкой государства. Однако основным приоритетом программы им станет трудоустройство. Одним из главных условий назначения адресной социальной помощи с нового года станет это то, что трудоспособные члены семьи должны будут работать и нести ответственность за семью. Будет оказана помощь в виде обусловленной денежной помощи и в максимальном использовании потенциала программы занятости Инбек, которая будет ориентирована приоритетно на безработных граждан из малообеспеченных семей. Будет продолжена работа по субсидированию государством рабочих мест, по выдаче льготных микрокредитов и безвозвратных грантов для открытия бизнеса. Гражданин, конечно, может отказаться от предложенной ему должности. Но в таком случае выплата АСП всей семье будет отменена. Всего по области 2632 семьи получали поддержку государства, скрывая свои настоящие доходы. Почти 9 миллионов тенге уже возвращено в казну. Женис Косымбек отмечает, что новые правила выплат адресной социальной помощи направлены как раз на полное искоренение иждивенчества. Основной принцип этой модели – государство будет помогать только тем, кто действительно нуждается в помощи и тем, кто трудился. Необходимо организовать широкомасштабную качественную разъяснительную работу. Это работа за управлением занятости, управлением внутренней политикой и акиматами городов и районов. Еще раз хочу сказать, это очень важный вопрос. Хотя в среднем по стране показатели получателей АСП выше, чем по Карагандинской области. У нас более чем в два раза ниже, чем средний республиканский. Но на этом успокаиваться не стоит. Необходимо работать. Необходимо дать возможность людям достойно работать и зарабатывать деньги самим. Аким Карагандинской области поручил активно заняться разъяснительной работой среди населения. Более двух тысяч трудоспособных граждан региона получают АСП вместо поиска стабильного дохода. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Строить жилые дома и детские сады в Абайе поручил Женец Хасымбек. Аким Карагандинской области с рабочей поездкой побывал в Абайском районе. Особое внимание он уделил социальным вопросам – строительству жилых домов, открытию детских садов и сдерживанию цен на социально значимые товары. Аким Карагандинской области заинтересовался очередью в детские сады в городе Абай. Сейчас в этом списке находятся две тысячи дошкольников. Для них власти открывают новые группы в уже существующих детских садах. Кроме того, планируют освободить подходящие здания, чтобы тоже создать там дошкольные учреждения. Глава региона поручил активнее привлекать бизнесменов к открытию детских садов по программе государственно-частного партнерства. Еще одной проблемой, о которой заявил Женец Хасымбек во время рабочей поездки, стал рост цен на социально значимые продукты. Он поручил предпринять дополнительные меры для контроля стоимости овощей и других продуктов. У нас важнейших вопросов – это цены на продовольственные товары. Наши граждане тратят очень большую сумму и долю своей заработной платы именно на это. Цены на овощи и картофель в районе должны быть стабильными и таким образом не скакать. Во время рабочей поездки в Абайский район Женец Хасымбек посетил крестьянское хозяйство «Шанс». Его руководитель Игорь Жабяк готов передать в стабфонд 500 тонн картофеля, согласно меморандуму, подписанному с властями области. Это крестьянское хозяйство не единственное в нашем регионе, которое участвует в формировании продовольственного пояса столицы. К примеру, топарские теплицы ежегодно отгружают около трети своего урожая в Нурсултан. Аким области побывал на предприятии и поговорил с директором султаном Мурсалимовым. По его словам, сейчас главная проблема для теплиц – освещение. Кроме того, часть теплиц нуждается в модернизации и расширении. Это позволило бы выращивать здесь больше экзотических фруктов. В ходе рабочей поездки в Абайский район глава региона осмотрел дорогу, ведущую к поселку Тазаимка. Глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию для того, чтобы капитально ее отремонтировать и поднять выше, во избежание весенних переливов. Аким Караганинской области и Женус Хасымбек побывал также с рабочей поездкой в городе Сарань. Глава региона ознакомился с развитием малого и среднего бизнеса, а также жилищного строительства. Во время рабочей поездки в Сарань глава региона посетил площадку, на которой заканчивается строительство пятиэтажного дома. Главе региона доложили о том, что работа идет в срок, никаких проблем у строителей не возникает. Они продлили по городу количество предполагаемых потенциальных заявителей по программе 7-20-25. Поэтому дома мы собрали порядка 70 человек по 7-20-25. Глава региона отметил, что в городе мало строится жилья. Женис Хасымбек поручил активнее работать в этом направлении, тем более, что есть нуждающиеся. В очереди на получение квартир стоят около 1300 человек. Аким области также побывал в котельной, которой более 50 лет, и таких в Саране около 20. Требуется ремонт и на водопроводных сетях Саране. Износ составляет 75%. Сейчас в городе реализуется проект по их восстановлению. Два года уже реализуем проект. Общая сумма проекта – миллиард стоит. Порционно получаем денежные средства с республики. В прошлом году, в этом году у нас выделено 328 миллионов. Продолжаем реконструкцию, максимально ускоряем подрядчика. Но данный проект у нас охватывает от общей протяженности водопроводных сетей только 35% городских сетей. И прошу вас рассмотреть возможность все-таки выделения города дополнительных транспортов. По воде отдельно посмотрим. Решать проблему надо. Будем где-то помогать. Канализационные сети изношены на 85%. По канализации это вопрос не только ваш. Это в целом, по-моему, на городах такая ситуация. Тоже будем решать. В завершение поездки Аким области поставил перед руководством города ряд задач и поручил работать над улучшением социально-экономических показателей. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В областном центре 60% бизнесменов считают, что коррупция стала необходимой частью деятельности, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах. Таковы результаты опроса, который провел проектный офис Сарарха Адалдхалана. Все накопившиеся претензии карагандинские предприниматели высказали Акиму города. На встрече с Акимом Караганды предприниматели не подбирали слов, называя все своими именами. Особое внимание уделили земельному вопросу. Несколько лет назад власти забрали у предпринимателей землю, на которых находились коммерческие киоски. Тогда чиновники заявляли, что делается это во благо города. Вы мне говорили, что нет, больше киосков у нас не появится, за исключением киосков в Союз Печати. Покатитесь сегодня по центральным улицам города. Даже сапожные мастерские опять появились. Донерские всякие, закусочные там эти. Хот-доги продают. Хлебобулочные изделия. Это что? Значит, я оказался прав? Значит, очистили от одних, дали другим? Я считаю, пока здесь, может быть, в ведомство не обязательно вмешиваться, но вы как Аким должны в это вмешаться и разобраться, на каком основании и кому выдали опять эти участки под киоски. Вниманию участников совещания представили результаты опроса, который провел проектный офисер Аркадал Декалане среди бизнесменов республики. Наиболее коррумпированным госорганом предприниматели назвали управление земельных отношений. Причем самым коррумпированным по результатам опроса оказалось управление нашего региона. В областном центре 60% бизнесменов считают, что коррупция стала необходимой частью деятельности, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах. Вот именно в этот момент мы ощущаем вот это коррупционное, что у нас поталкивают дальше взятки. Ну, честно говоря, здесь все взрослые люди сидят, все карагандинцы, все бывшие предприниматели. Все прекрасно знают обстановку, вот что вы сказали, 60-70-80%, может 99% коррупции приведут. Об этом все умалчивают, потому что никто этим серьезно не занимался, по идее, этим вопросом. Коррупция, она так сейчас завуалирована, понимаете, даже маленький чиновник может начать свою коррупционную деятельность, не дав входу к какому-то документу, а от этого потом страдает предприниматель. В ходе совещания участники предложили привлечь общественный контроль в рамках проектного офиса «Сарарка Адалды Каланы» для решения всех земельных вопросов. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Шетском районе прошел второй турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта по самбо Айдына Амамбаева. Масштабное спортивное событие прошло в минувшие выходные в селе Ахсуа-Юлы. Поворотся за призовые места приехали и спортсмены из Узбекистана. Арнур Рыскул пришел в спорт четыре года назад. Практикует сразу несколько видов борьбы – самбо, дзюдо и казахша-курес. Юноша неоднократно занимал призовые места на республиканских турнирах. Решил испытать себя и в этом чемпионате. В соревнованиях участвую выше 73 килограмм. Участвую в этот турнир два года подряд. Турнир по дзюдо в селе Ахсуа-Юлы давно стал традиционным событием для жителей Щетского района. Масштабное спортивное соревнование носит имя Айдына Амамбаева – мастера спорта по самбо и призера чемпионата Азии по казах-куресе. Отец двоих детей скончался в 2006 году. С тех пор его друзья, родные и односельчане объединяют усилия, чтобы устраивать праздники спорта и здоровья. Свои лучшие броски и захваты, продуманную на несколько шагов вперед технику, продемонстрировали более ста ребят. Вышли на ковер не только казахстанские борцы. Отлично себя проявили и гости из соседнего Узбекистана. Возрастная категория участников от 14 до 16 лет. Силу духа проявили на чемпионате и девушки. В основном борются 46 килограмм, 50, 55, 60, 66, 73 плюс 73 кг и девочки 57 килограмм. Победители чемпионата награждены медалями, кубками и памятным призом от тренера. Но, пожалуй, самым приятным для молодых людей, занявших призовые места, станет подтверждение статуса кандидата в мастера спорта Республики Казахстан. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Пути с нами и узнаете новость всем первыми. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!